Пожар в детском оздоровительном лагере Виктория всколыхнул всю Украину и показал базовую проблему государства. Полное отсутствие контроля влечет за собой локальные и общенациональные кризисы. Инженер Юрий Гераскин, используя фотографии, выложенные родителями пострадавших детей и активистами, убедительно показывает, что администрация лагеря, строители и контролеры со стороны государства нарушили все немыслимые нормы безопасности. Наиболее бросающиеся в глаза нарушения техники безопасности. Первое. Согласно ПУЭ, правилам устройства электроустановок, прокладка проводов силовой сети допускается только в металлических трубах. На фото с аналогичного корпуса мы видим пластиковый и металлический гофрорукав. Второе. Все распределительные коробки должны быть только металлические, герметичные, а не пластиковые, как на фото. Третье. На части силовой цепи, вероятно освещения, нет устройства защитного отключения. Четвертое. Провод самый простой, вероятно с заниженным сечением и изоляцией. Пятое. Нет сплинкерной системы пожаротушения. Это когда при сработке распрыскивается вода под давлением. По ответственности должны ответить проектировщики, которые проектировали реконструкцию дома, монтажники, которые эту пургу смонтировали, и технадзор, который подписал акты на выполнение работы и замеры. Общий технадзор по объекту, пожарный инспектор. Также должен сесть в тюрьму директор той лаборатории, который делал протоколы замеров параметров электрооборудования. Это прямая его обязанность обнаруживать дефекты монтажа. Чуть своего опыта. За 15 лет работы по деревянным домам на 95% объектов драка за экономию денег. Монтируй дешево, бери все дешевое, а вот мы в три раза дешевле своими силами сделаем. Электрика, к сожалению, ошибок не прощает.